Всем добрый день! Сегодня будем жарить вот такие пирожки постные, постная начинка, постное тесто, но безумно вкусные. Пирожки с горохом. Так что давайте готовить! Горох я сварила, почти долго очень варился, он какой-то очень твердый, хоть и на ночь замачивала. То сейчас я его, где там кусочки какие, измельчаю погружным блендером. До конца измельчу, посолю, зажарю лук на растительном масле и будет вкуснейшая начинка. Сейчас вот такой, густоватый то есть жидкость от гороха, но добавлю еще немного. Для фарша надо лук обжарить, вот средняя небольшая луковица. Кубиком нарежу и обжарю. Небольшим кубиком. Готовим опару. Здесь у меня полтора стакана тепленькой воды. 25 грамм дрожжей. Или в три раза меньше сухих берите. Столовая ложка сахара. Несколько, 5-6 ложек муки. Это будет опара. Размешиваем. Накрываем салфеткой. И в теплое место, на полчаса опара подойдет. А мы пока докончим готовить нашу начинку. Лук обжарился. Добавляем гороху. И я немного досолила горох. Я вам скажу, начинка из гороха очень вкусная. Даже сделать так, как гарнир. К котлеткам, к тефтелям. Это очень вкусно. Опара подошла. Очень хорошо. Будем замешивать окончательно тесто. Добавляем 2 чайные ложки соли. Добавляем отмеренную муку. Ну, полкилограмма я отмерила муки. А там сколько пойдет, посмотрим. Сразу всю муку не всыпаем, конечно. Тесто должно получиться не густое. Отмерила я 100 грамм растительного масла вливаю. Немного оставляю руки смазывать. Когда будем лепить пирожки. Выложила я на коврик тесто. Здесь муха. И подмешиваем его. У меня пошло 500 грамм муки. И еще, наверное, здесь грамм 200. Такая у меня мука. У кого-то, может, меньше пойдет муки. Тесто перекладываю в миску. Накрываем тесто полотенчиком. И в теплое место минут на 40. Я думаю, очень хорошо подойдет оно. Прошло полчаса. Тесто прекрасно подошло. Руки смажем растительным маслом, что оставила. Все. И будем лепить пирожки. Коврик тоже растительным маслом смазываем. Чтоб в сковороде мука не горела. Вот так. Берем часть теста. Подготавливаем такие кусочки. Тесто, видите, не густое. Пирожки будут мягенькие, недубовые. Стараемся. Так, на одну сковороду хватит. Клепим пирожки. Начинки по вкусу кладем. Больше, меньше. И склеиваем. Пекновенно. Так. Все. Штуки 4, наверное, поместятся в сковороду. Пирога. Слишком огромные не делаю пироги. Пироги. Все быстро делается. А если захотите, для экономии времени, можете жарить на двух сковородках. Тоже раз, два. Пироги. 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 Тоже раз, два. На небольшом огне жарим совсем. Снизу поджарились. Переворачиваем. Выкладываем со сковороды. И также жарим следующие порции. Следующая порция уже у меня готова, я слепила. Сейчас выложу в сковороду. Получились пирожки. Пахнут невыносимо аппетитно. Остынут немного и можно кушать. Еще горячий пирожок. Серединка теста. Видите, пропеклось все. Отлично. Мягенький. Верх хрустящий. Так что готовьте вместе со мной. Это очень вкусно. Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, вы пожарите такие пирожки. И сделаете такую начинку. Все легко и просто делается. Так что готовьте. Фотографируйте свои пирожки. Выставляйте ко мне в контакты. Я посмотрю, полюбуюсь вместе с вами. И до новых встреч. И всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok